Добрый день, в этом видео я расскажу про свой первый САП-10. Я более 7 лет увлекаюсь головоломками и впервые я смог собрать кубик 3х3 быстрее чем за 10 секунд. В этом видео не будет обзора кубика X-Men Tornado V2, на котором я эту сборку выполнил. Если вам интересно мое мнение об этой головоломке, то подождите следующего видео. Оно будет через несколько дней. А мы тем временем начинаем перемешивать кубик. Скрамбл будет на экране, в описании. И сейчас я сам медленно выполню все движения. Если вам неизвестен язык вращения, можете просто повторять за мной. Р2 Напомню, что надо было белую грань держать сверху, а зеленую перед собой. Прежде чем посмотреть мое решение, рекомендую поставить видео на паузу, собрать самостоятельно и написать в комментариях свое время. Я же поступил следующим образом. Сразу заметил, что вокруг белого центра есть два ребра. Белый-зеленый и белый-синий. Они стоят напротив друг друга, а это уже хорошо. Обычно я сразу перехватываю х2 и смотрю, что здесь есть интересного. Заметил оранжевый уз креста рядом с центром. И вот здесь вот белый-красный. Делал еще вот такой перехват, у-штрих. И вижу, что здесь зеленый, здесь синий уз, здесь оранжевый. И было бы хорошо его не отрывать своего центра, поставить на свое место. Обычно не рекомендуют использовать двойные движения при сборке креста, я сам редко это делаю. А в данном случае я сделал у-в-штрих. После чего движением правой грани R2 установил бело-оранжевый уз на свое место. В итоге получилось уже три уса креста на своих местах. И остается поставить бело-красный. Но тут я поступил бесхитростно. Сделал еще один перехват. Движение U и слетчхэмером, а именно R'FR, поставил уз на место. В итоге получился крест, но не просто, а с одной готовой парой. Так называемой X-кросс. У нас собралась бело-синяя-красная пара. Встала на место, а также собралась бело-синяя-оранжевая. Понятно, что она должна находиться в заднем левом слоте. Поэтому движениями U2, L, U' и L' мы ставим и эту пару на свое место. После чего замечаем бело-зелено-оранжевую пару, косичка. Но удобное положение. Я когда-то сам интуитивно вывел решение для этого случая. Именно вот эту косичку в задний слот. Получается удобно и быстро. Мы перемещаем ее сюда U' Разбиваем косичку на трехходовку R, U2. Но не делаем R' как обычно при разбиении на трехходовку. А делаем сразу R2. Тем самым собираем вот здесь вот пару. Поворачиваем верхнюю грань U' и движением R ставим пару на место. Очень удобно и красиво. Ну и четвертая пара остается бело-зелено-красная. Здесь решение стандартное. Ставим в такое положение U2. Делаем R, U, R' Собралась сзади. И устанавливаем на свое место. U2, R, U', R' R' В итоге U2, R' Я его не просчитывал. Получился сам собой. Так же как и первая пара. Переходим на P-L. Это у нас восьмерка. Не самый быстрый алгоритм. Особенно в моем исполнении. Я выполняю его так. R, U, R' U' D Ну, желательно одновременно это делать. R2, U', R' U', R' U', R' U', R' 2. И в P-L обычном просто дэш-трих делается. Но я сделал дэш-трих, U одновременно вот эти два движения и еще доворот верхней грани. Когда я вышел на P-L, я обратил внимание, что на таймере 7 секунд. И несмотря на не самый удобный алгоритм, я уложился в 10 секунд. Время 9.86. К САП-10 стремятся многие. Это некий психологический барьер. Да, от отдельной одной сборки толку не так много, но выйти из 10 секунд очень приятно. Обычно в видео подобного рода я говорю, что если бы я сделал вот так, было бы еще быстрее, если бы я здесь не испугался, было бы что-то еще. Здесь я сделал все хорошо. И единственное, чем можно было бы ускорить, это быстрее делать P-L. Но восьмерка не самый удобный алгоритм. А так, от начала первых движений был всего один перехват, и то при сборке креста весь остальной кубик был собран без перехватов. А это хорошо, это удобно, всегда бы так. Прошло 5 месяцев с моего предыдущего обновления рекорда по 3х3 в единичной попытке. Не год, как в прошлый раз. Но, если обратить внимание, 5 месяцев назад я как раз тестировал кубик MS3 V1. В этом промежутке я трешку не тренировал. Крутил бы чаще, обновлял бы рекорды не так редко. Но это издержки большой коллекции. Тренировать сразу все невозможно. Пишите свое время в комментариях. У меня получился 41 ход за 9,86 секунды, ТПС 4,16 ходов в секунду. Не так много, можно быстрее. Но обычно, когда у меня возникает PLL скип, и получается хорошая сборка, ТПС еще ниже. Где же PLL был? Удачный F2L, да и крест неплохой. А на этом у меня все. Всем спасибо, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok